При температуре жидкого азота сопротивление обмоток должно упасть раз так в 5. Сопротивление до заморозки 6,54 Ом. Сопротивление в замороженном состоянии 0,91 Ом. Сопротивление до заморозки 6,54 Ом. Так. Почему мы остановились? По-видимому замерзла смазка в подшипниках. И... Фэйл. Не сниматься. 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 Странно, он вроде практически сухой. А этот, кстати, опять промок. Так, пробую еще раз не знаю, который уже есть. Не сниматься. Блин. А вот, а вот ела. А вот в этот раз что-нибудь получится. А вот в этот раз что-нибудь получится. А резонанс-то практически не срывается. Это, наверное, потому что, наверное, потому что он жидкостью заполнен, правда. Так, давайте достанем его. Как холодно. Так, интересно, вот тут виден стабильный стационарный резонанс. И больше, в общем-то, ничего нового. И больше, в общем-то, ничего нового. Так, давайте на осциллограф пустим. Сейчас я его еще снова подзаморожу. Так, вот что мы видим сейчас на осциллографе. Теперь я его достаю, разгоняю до начала резонанса и мы посмотрим на картину. И запоминаем ее. Перед тем, пока прогреется, посмотрим, сравним. Хорошо, леверс. Ну, в общем, он уже довольно тепленький. Ну вот, давайте сравним осциллограммы при жидком азоте и при комнатной температуре. Видно, что при жидком азоте эти вот волны медленнее намного. То есть, вектор подмагничивания вращается медленнее. Что, в общем-то, логично, потому что то, как он быстро вращается, во многом определяется тем, какая постоянное времени L и R. Вот это вот сопротивление обмотки, индуктивность обмотки. Так как при жидком азоте у нас сопротивление обмотки сильно упало, соответственно, постоянное время не выросло. И чуть-чуть отличаются частоты, при которых начались эти колебания. Частота, на которой начинается жужжание, при жидком азоте чуть-чуть ниже. То есть вот, например, мы сравниваем синенькие пики. Вот пик, этот чуть позже, этот тоже чуть позже. То есть видно, что частота при 77 кельвинах ниже. В остальном общая картина похожа. Мне кажется, что здесь чуть-чуть еще побольше амплитуда этих плаваний. То есть где-то полтора маленьких деления, а здесь эта амплитуда три маленьких деления. То есть я не знаю, с чем это связано. То есть по логике должно быть, что при жидком азоте осцилляция сильнее. С другой стороны, я же их щупаю не на одной и той же частоте, а я их щупаю в том месте, где они возникают. Возможно, что разница на самом деле из-за этого. Ну вот.